Слушай, ну что тут происходит? Тут происходит какой-то трэш. Давка на вход в закрытый парк, а вход в закрытый парк в том же месте, где все местные жители, туристы, зрители, болельщики идут. Им, естественно, всем хочется сфотографироваться с гонщиками. Гонщики, ну, немножко тоже и на нервах уставшие, нам жарко в этой экипировке, не очень удобно. Ну, короче говоря, какой-то трындец. Я думаю, что организаторы могли бы сделать для нас какой-то закрытый хотя бы загончик, чтобы мы там могли стоять и спокойно отдыхать. Потому что тут, ну, очень тяжело. Но, однако же, вот, приходится общаться, так сказать, с местным населением. Они вроде все доброжелательные, доброжелюбные, вот. Но в какой-то момент у них бывает заклинивает, они начинают рвать тебя просто на части, дергать за рукава. То есть мне реально становится страшно. Ну, это Дакар, как бы, без этого никуда. Настя, расскажи, какие у тебя ожидания, настроения перед... Ты же сейчас уже, расскажи, ты же сейчас идешь практически на пол. Ну, практически, иду на подиум, да, мы сейчас заходим в закрытый парк, выезжаем на стартовый подиум. Потом мотоцикл ставим обратно в закрытый парк. И завтра, по-моему, в 4 утра, первый мотоциклист выезжает оттуда. И все, и начинается уже гонка. Какие у тебя эмоции? Потому что у тебя была такая долгая дорога на этот Дакар. И что ты сейчас чувствуешь? Слушай, ты знаешь, мне какое-то вот такое ровное спокойствие. Я даже так удивляюсь немножко себе, потому что все спокойно, все хорошо. Мы готовились, мы все, как бы, было предсказуемо, не без всяких приключений, происшествий. Поэтому спокойствие настроено на то, что 10 дней придется хорошенько поработать.